С особым тщанием, приводя наши книги в согласие с истинно православными, мы сличали символ веры, на решение Святейшего Собора полагаем. В восьмой части символа веры, слово истинного, опустить. Далее, читать вместо его же царствию несть конца, его царствию не будет конца. Вместо рожденно, а не сотворенно, рожденно, не сотворенно. Вместо и воедину церковь, воедину церковь. Да как же можно извергнуть из символа веры святое слово истинного? Вернусь в Соловецкую обитель, как я братья свои разъясню. А так и разъясни. Не нашли мы в греческих книгах слово истинного. Одно лишь слово находим мы в греческих подлинниках, а потому всякий прилог отметаем. И вселенские соборы под клятвой и анафемой воспрещают прибавлять и убавлять. Сколько слов в греческом тексте, столько и в русском должно быть. Где ж это видано, чтобы с языка на язык можно было слово в слово перевести? Чтобы разуметь некоторые греческие слова, целыми предложениями переводить надо. Наши русские отцы лучше знали, что греческое «кириум» переводится и как «Господь», и как «Истинный». Об этом и в книгах наших переведено, и напечатано. О поклонах доложено было. Осталось только о поклонах. Я не согласен. Вся церковь русская молилась земными поклонами. Об этом отцы стоглавого собора говорят. И все древние русские и греческие устали. А составляли их подвижники чудесами от Господа прославленные. И вера в ученость их была несомненна. А теперь выходит, что прежние отцы церкви хуже нынешних. Этак мы всех старых святых обратим в невеж. Смирись! О смирении вспомнил! Не твои ли саккосы должны напомнить о той ризе, о той хламиде, в которой был облачен Спаситель? Как златым и каменьями свепит твой саккос, так неведомо тебе смирение! Не дадим душам вашим погрязнуть бесчестие. Исправим и наставим! Исправить и наставить разно можешь. И гладом морить, и ноздрю рвать, и зык резать, дымом душить. А чтоб по суду! В колоды их! В колоды! Блокая копальня! Отченья! Куда же вас? На Онегу! В Палеостровский! Блокая копальня!